Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Не забывайте подписываться. Каждая ваша подписка для меня очень много значит. А сегодня у нас обычные суши. Не роллы, а настоящие суши. Правда, я не совсем поняла, что это такое. В меню такого вроде как не было. В сайте пришел вот такой. Ну да ладно. Я извиняюсь за посторонние шумы. Попросила соседей не шуметь 15 минут. И тут кто-то начал вырубать лес. И вот это вот как раз таки звук, звук пилы. Извиняюсь, другого выхода нету. Снимать контент надо. Либо надо вечером снимать, либо как-то терпеть. Я надеюсь, что вам не сильно слышно это все. Попросила вас в инстаграме позадавать мне интересные вопросы. Тут вопросов, кстати, очень много. Хотя я выложила историю буквально 15 минут назад. И первый вопрос, наверное, очень частый под моими видео. Как я отбелила зубы? Кто меня смотрит давно, тот в курсе, что одно время у меня были очень желтые зубы. И меня это очень сильно напрягало. Реально на видео это было заметно. А сейчас зубы стали белые. Как это произошло? Некоторые гадают, думают, что я сделала отбеливание. На самом деле нет. Однажды, когда я сняла брекеты, я сделала вот это отбеливание. Я очень сильно пожалела, потому что зубы стали супер чувствительными. Я прям мучилась. У меня было такое ощущение, что просто мне всю эмаль содрали с зубов. Зубов. С зубов. И после этого я поняла, что больше никогда я не буду делать отбеливание зубов. Даже если они у меня будут коричневые. Потом мне стоматологи рекомендовали либо виниры ставить, либо опять же отбеливать. Типа у них какой-то щадящий состав. Типа такого эффекта, как было в прошлый раз у меня не будет. Не парьтесь, давайте сделаем отбеливание. Я однажды пошла к стоматологу, который мне сказал, что нет. Лучше сходи и сдай анализы. Стоматолог мне сказал, что, например, от нехватки кальция или витамина D зубы могут быть вот такие желтые. Потому что мы, например, делаем профессиональную чистку зубов и обнаруживаем, что зуб сам такого цвета. Вот. Не то, что налет или еще что-то. Просто зуб сам такого цвета. Вот что поделать. И я решила послушать. Решила не экономить денежки. Пошла, сдала все анализы. Принесла эти анализы стоматологу. Не знаю, насколько это правильно. Я не врач. Я могу ошибаться. В общем, мне прописала лекарства. Сделала профессиональную чистку зубов. Сделала уколы в десна. Я ходила каждый день по 4-8 уколов. Это было безумно неприятно. Вы представьте, мы не можем пережить просто укол анестезии. А это на живую 8 уколов. Неприятно. Очень неприятно. Но не знаю, помогло ли это или просто что-то произошло. Сейчас я смотрю на свои зубы. Они у меня белые. Мне нравится цвет. Даже очень нравится. Одно время я загорелась идеей с винирами. Мне очень хотелось виниры. Но потом, слава богу, добрые люди, люди, которые делятся своим опытом в ютубе, наткнулась на видео. Где девушка рассказывает про свои венеры и говорит, что если вы думаете, что это так долговечно, как ваши натуральные зубы, то нет. И вернуть назад ситуацию вам уже не удастся. Если вы однажды сделали виниры, то уже каждые 15-20 лет вам нужно их менять. И то есть уже обратного пути нет. Я поняла, что мне оно не надо. У меня одногруппница. Возможно, она меня даже смотрит. Она сделала себе металл-керамику или как правильно называется, точно не знаю, керамические, типа, ну типа не как виниры. И очень жестко отпилили зубы и вставили, ну как сказать. В общем, вставили все зубы. Но у нее свои зубы были серые. Крошились. Везде кариес. Поэтому для нее это был выход. А в моем случае, когда у меня здоровые, хорошие зубы нормального цвета, почему бы не беречь свои зубы? Пусть они не идеальные. Пусть когда я смеюсь, я вижу какие-то недочеты. Я реально, когда своим знакомым говорю, что меня, например, не устраивают мои зубы. Не знаю, то ли это комплимент. Мне всегда говорят, да все нормально. Поэтому, не бегите сразу рубить с плеча, а сначала попробуйте восстановить свои зубы. Например, вот зубы Ольги Бузовой. Я сначала смотрела и думала, блин, у нее же есть деньги. Почему она не может себе поставить виниры? Вроде все звезды себе ставят и ничего. Сейчас я понимаю, что, оказывается, умнее она. И правильно она делает. У меня сейчас в окружении есть всего один человек, у которого стоят виниры. Ну, как в окружении. Ну, я там через-через знаю этого человека. Иногда на мероприятиях вижу. И она, например, очень довольна. Но она говорит, что они хрупкие. С ними надо быть очень-очень аккуратным. Я как-то разошлась. Отвечу на еще один вопрос, а то вы жалуете, что я в всем видео говорю про одно и то же. Некоторые мне пишут в комментариях, как ты находишь тему для разговора. Наоборот, столько тем, которых я хочу обсудить. Но я болтаю все об одном, об одном. Не могу заткнуться. Представим ситуацию. Смогла бы ли ты выйти замуж за китайца или корейца? Вы знаете, я раньше считала, что самое главное – любовь. Но все это не важно. Национальность, вероисповедование. Сейчас я так не считаю. Наверное, вера для меня не важна. То есть мне не важно, чтобы человек был именно мусульманином. Мне больше важен менталитет. Если человек родился и вырос в Африке, мне будет очень сложно с этим человеком. Я уверена в этом. Например, взять азербайджанку. Выходит замуж за украинца. Например. Ну, плюс-минус, ребятки, у нас все, ну, как бы одинаково, так скажем, да? Кухня. Мы любим борщ. Вы любите, там, не знаю, шашлык. Окей. Ну, когда люди вообще из разных континентов, с разными понятиями, с разными взглядами на жизнь, тем более, если две эти страны очень отличаются между собой. Я бы не смогла. Это прям однозначно. Хотя раньше я считала иначе. Мои все подружки, знакомые, которые учатся за границей, все говорят, например, я не могу жить рядом с индусами. От индусов как-то пахнет неприятно. У них какие-то приправы. Находиться невозможно. Даже если они в соседней комнате. Я задыхаюсь. Поэтому я думаю, что если люди слишком разные, особенно Корея, Китай, вообще не мое. Я бы нам вряд ли смогла. Хотя в ТикТоке я подписана на девушку, ну, даже женщину. Наверное, женщина как-то некрасива на девушку. У нее четверо детей. Вышла замуж за афроамериканцем. Уехала жить в Ганну. Я смотрю на нее, такая красивая девушка. Зачем ей это все надо было? Думаю я про себя. Понятное дело, что сердцу не прикажешь. Ну, вот такая вот штука, любовь полюбила она его. Это, конечно, все понимаю. Мне безумно интересно наблюдать за ее жизнью. Я смотрю... Я уже, походу, 15 минут свои прозевала. Уже начали опять стучать. В общем... Креветочки топ. Вообще, мукбанк в этот раз очень вкусный получился. Обалденно. В общем, я бы смогла выйти замуж, если у нас плюс-минус, например, одинаковые взгляды на жизнь. Например, многоженство, не знаю, или когда жену унижают как-то. Я очень, например, свободолюбивая. Мне ближе как-то СНГ. Погода такая грустная, даже солнышка нету, хотя снимаю для вас видео в 12. Вот прям хочется сидеть дома, жрать и грустеть. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка Эмили. Пока!